Татьяна Черемкина Татьяна Черемкина В действующем законодательстве прописаны возможности введения государственного регулирования тарифов только в том случае, если из государственного бюджета выделяются субсидии на компенсацию части расходов авиакомпаний. В нашей республике уже на протяжении порядка 10 лет реализуется программа по субсидированию социально значимых авиарейсов. На эти средства выделяются ежегодно определенные денежные средства, поэтому мы проводим государственное регулирование таких авианаправлений по социально значимым авиарейсам. А что значит социально значимые авиарейсные рейсы? Социально значимыми авиарейсными рейсами у нас признаются те направления движения воздушных судов и речного транспорта, где нет альтернативного вида другого. Например, если в определенный период времени до определенного населенного пункта невозможно добраться никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, то Министерство транспорта определяет это направление социально значимым. Ежегодно формируется перечень таких направлений. В принципе, этот перечень уже сформировался, устоялся. Составляет порядка полутора тысяч рейсов в год. Все эти рейсы ежегодно осваиваются. Министерство транспорта определяет эти направления по заявкам муниципальных образований. То есть, не где-то там, где мы тут сидим, принимаем, а это все идет с мест, исходя из потребностей населения. При определении социальной значимости рейса принимается во внимание также, как и доходы населения, количество желающих вылетать в те или иные населенные пункты. Рассматривается, в общем, пассажиропоток в целом. Потому что если самолет или теплоход будет ходить у нас пустой, незагруженный, соответственно, у нас будут средства государственные будут потрачены впустую. Поэтому для повышения эффективности бюджетных расходов у нас рассматривается в то же время динамика по годам, сколько человек летает. Дмитрий Семенович, скажите, пожалуйста, каким образом формируются тарифы на такие социально значимые перевозки? Это вопрос, конечно, очень сложный и так, и как-то объяснить его по-простому, ну, попытаюсь. Когда воздушное судно, считается его себестоимость, определяется прежде, так называемый, сухолетный час. То есть это те расходы, которые связаны с содержанием воздушного судна. Это у нас амортизация, это заработная плата летного персонала, пилотов, сюардессы. Это аэронавигационное обслуживание, это у нас ремонтные, какие-то регламентные работы по поддержанию воздушного судна в техническом исправном состоянии. И когда определяется стоимость сухого летного часа, она определилась. Этот сухой летный час у нас учитывается также с учетом перегонов воздушных судов. К этому летному часу добавляются затраты на топливо. Это затраты, которые формируются, исходя из протяженности рейса, исходя из сложности, так называемой, загрузки, да, и типа воздушного судна, конечно же. Социально значимые перевозки, они же не зависят от сезона, да? Или все-таки есть какая-то зависимость сезонная? Они зависят от сезона, потому что, допустим, в условиях нашей республики в зимнее время практически везде можно доехать на автомобиле. Открываются автозимники, а в период весенней распутицы или осеннего ледостава у нас, получается, транспортная доступность резко ограничивается. Поэтому в основном в этот период у нас социально значимые рейсы и выполняются, основная масса. В летнее время также у нас открываются реки, можно съездить и на лодке, и на теплоходе. Дмитрий Семенович, ну тарифы меняются каждый год, да? И вот насколько изменились тарифы на социально значимые авиаричные перевозки в этом 2017 году? Социально значимые рейсы у нас действительно ежегодно меняются и зависят именно от объема субсидий, которые выделяются государственным бюджетом. И на 2017 год эта сумма была существенно увеличена до 376 миллионов, что позволило нам, во-первых, оптимизировать систему тарифообразования в сфере социально значимых авиаперевозок. Благодаря чему средний темп роста тарифов по всей республике, по всем полутора тысячам направлений составил всего 4,7%. Что в принципе сопоставимо с прогнозными индексами социально-экономического развития региона. При этом при установлении тарифов нами были немножко скорректированы подходы к определению конечного льготного тарифа для населения. Льготные тарифы сформированы таким образом, что население, пассажир оплачивает порядка 30% от экономически обоснованного тарифа. То есть, две трети платит республика за этот авиабилет, треть платит гражданин. Соответственно, когда скорректировались подходы, по отдельным направлениям у нас отмечается существенное снижение авиабилетов. Например, Оленек Эйк. Там тарифы снизились порядка полутора раз. Это вот в этом, уже в 2017 году снизились? Да, уже в 2017 году. Например, социально значимая линия Якутск, поселок Маган и Сягянкёль, там снизились тарифы в 2,5 раза. То есть, с 10 тысяч рублей до 4 тысяч рублей. Я полагаю, что это очень существенное снижение для жителей этих населенных пунктов. И мы ожидаем, что загруженность воздушных судов увеличится. Соответственно, население получит большее количество услуг, возможности летать для своих целей. Ну, как Вы уже сказали, что снижение тарифов, оно зависит от того, каково финансирование, сколько выделено средств на субсидии. Значит, в прошлые годы, допустим, этого сделать было невозможно, были совершенно другие суммы. Вы сказали, в этом году 367 миллионов, а предположим, в прошлом году сколько миллионов было выделено на субсидии? В прошлом году была выделена сумма почти в 2 раза меньше, сегодняшней. Конечно, увеличение этой суммы продиктовано просьбами населения. Население хочет летать, больше летать хочет. Эти обращения регулярно поступали и в наш адрес, и в адрес министерства, в адрес правительства республики. Поэтому эти просьбы были услышаны, и сумма была увеличена. И это, наверное, впервые за последние годы настолько снизились тарифы. Это, наверное, минимальное значение сейчас, или когда-то эти авиабилеты стоили примерно так же, или, может быть, даже дешевле? Ну, когда-то и хлеб стоил 60 копеек, поэтому, может быть, дешевле и было. Я имею в виду промежуток временной, лет 5, скажем. Ну да, в принципе, снижение существенное, 2,5 раза было, поэтому население почувствует эту разницу. Когда мы ездили на отчеты правительства в феврале, когда мы докладывали об этом, население очень с большим удовольствием это слышало, эти новости. Конечно, потому что это же очень важно. Это для многих была такая большая проблема, когда вообще невозможно вылететь в тот или иной населенный пункт просто из-за того, что очень-очень дорогие авиабилеты. А скажите, пожалуйста, вот такая тема, да, это доступность авиабилетов вообще для якутян. Вот на сегодняшний день какие меры вообще принимаются для того, чтобы как-то вот обеспечить вот эту доступность? Конечно, социально значимые рейсы, они у нас в основном касаются внутриулусных направлений. Но на покрытие внутриулусных потребностей населения выделяется порядка 370 миллионов рублей. Но в то же время у нас республика большая, и очень большой вопрос стоит по межрайонным перелетам. То есть из районного центра, допустим, до города Якутска. Там действительно проблема, она существенная. Если вводить такую же схему субсидирования, как и по внутриулусным, это потребует очень больших существенных бюджетных средств на субсидирование тех исходов. Потому что пассажиропотоки там существенно больше. Расстояние перелетов существенно отличается. Там до 3-4 тысяч километров составляет для отдельных населенных пунктов. Поэтому рассматриваются другие вопросы. Способы поддержки пассажиров по межрайонным перелетам. Ну, например, как вы все прекрасно знаете, это субсидирование авиабилетов для отдельных категорий граждан. Например, для пенсионеров, для студентов. Такие категории граждан могут покупать авиабилеты со скидкой до 50%. Кроме того, авиакомпаниями ежегодно проводятся определенные акции. К приуроченные 23 февраля, 8 марта. Все уже давно привыкли. Все эти люди ждут эти акции. Также в прошлом году, допустим, полярные авиалинии. Они делали хорошую программу по предоставлению скидок для детей, увеличению провозной платы. Это такие разовые акции. Разовые, но все равно население это очень существенно чувствует и просит, чтобы такие акции продолжались, подтверждались. Но авиакомпании в меру своих возможностей, они всегда это все делают. А сколько авиакомпаний обслуживают у нас перелеты межрайонные? Вы сказали, что в самом начале нашей беседы, что тарифы определяются рыночной конъюнктурой. И в этой связи что-то предпринимается вообще? Какие-то есть виды на это? Ну, авиакомпании, конечно, у нас в республике действует порядка трех авиакомпаний. Основные это авиакомпании Якутия, конечно же, полярные авиалинии. Безусловно, это разные организации, по сути. Они конкурируют между собой. Они занимаются борьбой за пассажира, за потребителя. Поэтому авиакомпании все равно не занимаются таким произволом в ценовом плане. Чем больше будет авиакомпании, тем будет лучше нашим жителям. Спасибо большое. Я благодарю вас за интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был заместитель председателя Госкомцен Республики Саха-Якутия Дмитрий Семенович Антонов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Посидим. Субтитры подогнал «Симон»!